Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 16 ноября. Житие и страдания святого апостола и евангелиста Матфея. Святой апостол и евангелист Матфей, сын Алтея, иначе называемый Левием, жил в галилейском городе Капернауме. Он был человек состоятельный и занимал должность мытаря. Мытарями назывались лица, назначаемые римлянами для сбора подокис и иудеев. Они обыкновенно брали на откуп собирание этих пошлин и употребляли всевозможные меры, чтобы извлечь для себя наибольшие выгоды. Как люди коростолюбивые и наглые, мытари считались иудеями за предателей и изменников в своей стране и Господу Богу. Грешник, язычник и мытарь у них означали одно и то же. Матфея. Говорить с ними посчиталось грехом, обращаться с ними осквернением, хотя и среди них были добрые и богобоязненные люди. Соотечественники презирали и чуждали всего, как и всех ему подобных. Но Матфей, хотя и был грешником, но в то же время был не только не хуже, но и много лучше гордящихся своей мнимой внешней праведности парисеев. Фарисея – это одна из всех иудеев, появившихся во II-III веке до Рождества Христов. Своё наименование фарисея – особенное отделённое. Повысили от того, что старались отличиться особенной ревностью к Закону. В течение времени в качестве дополнений и разъяснений к Закону образовалось множество древних преданий, которые относились преимущественно к внешней обрядовой стороне Закона. Предавая всем отеческим преданиям и обычаям божественную вашесть наравне с Законом Моисея, фарисеи составили из себя особый класс людей или общину, и для более удобного соблюдения отеческих преданий стали чуждать общение с остальным народом. Последний смотрел на них как на людей особенных, как на строгих ревнителей Закона, заботившихся о поддержании в народе веры и благочестия, и относился к ним с глубоким уважением. Но под внешней праведностью и обрядовой ревностью фарисеев скрывалось самое возмутительное лицемерие, самое холодное бездушие и самое безнравственное деяние, что и находило себе достойное обличение в речах Иисуса Христа. И вот Господь остановил на этом всеми презираемом мытаре свой божественный взор. Однажды во время пребывания своего в Капернаумии Господь вышел из города и пошел к морю, сопровождаемый народом. На берегу он увидел сидящего о мытнице Матфея и сказал ему, иди за мною. Мытница — это место сбора почин и податей, проходивших по приморской дороге караванов и по морю лодок с товаром. Услышав эти слова Господа не телесным только слухом, но и сердечными ушами, мытарь тотчас же встал с места своего и оставив все, последовал за Христом. Матфей не раздумывал, не удивлялся, что великий учитель, чудотворец, зовет его презренного мытаря. Он всем сердцем внял словам его и беспрекословно пошел за Христом. В радости Матфей приготовил в доме своем большое угощение. Господь не отрехся от приглашения и вошел в дом Матфея. И собралось в дом Матфея множество соседей его, друзей и знакомых, всем и тари, и грешники, и возлежали за столом вместе с Иисусом и учениками его. Там же случилось быть и некоторым из книжников и фарисеев. Пояснение. Книжниками назывались у иудеев люди, сведущие вообще в книжном деле, как-то ученищи из иудеев, которые объясняли закон и публично учили и наставляли народ в законе. Так называемые раввины и законоучители, законоведцы, занимающиеся решением спорных вопросов, сомнительных случаев и дел, требующих знания закона и практической опытности. Писы и нотариусы, служившие в синагогах и синедрионах. Ученые эти иудеи представляются в Новом Завете и особенным сословием, различным от фарисеев, но в то же время часто соединяются с фарисеями и поставляются в связь с архиереями. Большая часть их были привязаны к одним преданиям, и, не понимая духа закона, ложно толковали его и были слепыми вождями народа, лицемерно лишь исполняя заповеди на показ ради славы человеческой и возлагая на других тяжкие бремена, коим сами не исполняли. Увидев, что Господь не гнушается грешников и мытарей, но возлежит с ними рядом, они роптали и говорили ученикам его, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. Господь, услышав слова их, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». С тех пор Матфея, оставив все свое достояние, пошел за Христом, и, как верный ученик его, после того уже не отлучался от него. В скором времени он удостоился сопричисления к лику двенадцати избранных апостолов. Вместе с другими учениками Господа Матфей сопровождал его в путешествиях по Галилее и Иудее, внимал его божественному учению, видел бесчисленные его чудеса, ходил с проповедью погибшим овцам дома Израилева, был свидетелем крестных страданий и искупительной смерти Спасителя и преславного вознесения его на небо. После вознесения Господней и сошествия Святого Духа на апостолов, Святой Матфей сначала оставался в Палестине вместе с другими апостолами, проповедуя Евангелие в Иерусалиме и его окрестностях. Но вот наступило время разойтись апостолам из Иерусалима по разным народам для обращений к вере Христовой. Перед отбытием апостола из Иерусалима иерусалимские христиане из Иудеев просили его «предай для них письмени, дела и учения Иисуса Христа». На исполнение этой просьбы изъявились свои согласия и прочие бывшие в то время в Иерусалиме апостолы. И Святой Матфей, исполняя общее желание, написал Евангелие спустя восемь лет по вознесении Христовым пояснения. Евангелие было написано апостолам Матфеем около 41-го года после Рождества Христова. Это первая по времени священная книга из всех книг Нового Завета и занимает потому между ними первое место. Евангелие было написано на еврейском языке или на употреблявшемся тогда сиро-халдейском, иначе арамейском наречии, и было предназначено первоначально для палестинских христиан из Иудеев. Сообразно с этим повествование в Евангелии от Матфея направлено преимущественно к тому, чтобы показать, что Иисус – их истинный Мессия, обетованный правоцем еврейского народа, что особенно нужно было показать евреям, уверовавшим во Христа, неузванного их соотечественникам и распятого. Почему в Евангелии от Матфея чаще, чем в других Евангелиях, сносятся и сличаются события и жизни Христовой с ветхозаветными пророчествами и прообразованиями, и из всей истории Христа Спасителя в Евангелии избирается повествование, особенно важное и нужное для иудеев. По тому же, Евангелие свое Матфея начинает родослоем Мессии, как сына Давидова и Авраамова, и во всех своем Евангелии говорит преимущественно воплощение и человечестве Иисуса Христа, выражается и как сына Авраамова. Удалившись из Иерусалима, святой апостол Матфея проповедовал Евангелие во многих странах. Благовестуя Христа, он прошел Македонию, Сирию, Перфию, Партию и Мидию и обошел всю Эфиопию, на которую ему пал жребий и просветил ее светом разума евангельского. Наконец, наставляемый духом и светом разума, пришел он в землю людоедов. Чернокожему звероподобному народу вошел в город, называемый Мирмены, и там, обратив несколько душ Господу, поставил им епископом спутника своего Платона и создал небольшую церковь. Сам же вошел на находившуюся вблизи гору и пребывал на ней в посте, усердно молясь Богу об обращении того неверного народа. Все это дело наставляемое духом святым. И явился ему Господь в образе прекрасного юноши, имея в правой руке жезл и приветствовал его, протянув правую руку и отдавая святому жезлу тот, он повелел ему сойти из горы и водрузить жезл при дверях устроенной им церкви. «Жезл этот, — говорил Господь, — силой моей вырастет высокое дерево, и дерево тот принесет обильный плод, величиной и сладостью, превосходящий все другие садовые плоды, а от корня его истечет источник чистой воды. Омывшись в воде источника, людоеды повысят благолепие лица, и всякий, кто только вкусит от того плода, позабудет зверские нравы и станет добрым и кротким человеком». Матфей, приняв жезл из руки Господней, сошел с горы и пошел в город исполнить то, что ему было повелено. У князя того города именем Фульвиана жена и сын его были одержимы бесами. Встретив на пути апостола, они вопили на него дикими угрожающими голосами, «Кто послал тебя сюда с этим жезлом на нашу пагубу?» Апостол запретил духом нечистым и изгнал их. Исцелившиеся поклонились апостолу и кротко последовали за ним. Узнав о его приходе, епископ Платон встретил ее вместе с Клиром, и святой Матфей, вошедший в город и приблизившись к церкви, сделал, как ему было повелено, водрузил данный ему от Господа жезл. И тотчас, ввиду всех, жезл сделался великим деревом, простирающим на горе лиственные ветви, и на нем появились прекрасные плоды и большие, и сладкие, и источник воды истек от корня. Все, видевшие это, были поражены изумлением. Весь город сошелся на такое чудо, и вкушали плоды дерева и пили чистую воду. А святой апостол Матфей, стоя на высоком месте, проповедовал собравшимся людям Слово Божие на их языке. И тотчас все уверовали в Господа, и крестил их апостол в чудотворном источнике. И все крестившиеся людоеды, согласно Слову Господне, выходили из воды благолепной лицом и белой кожей. Они получали не только телесную, но и душевную белизну и красоту, а отлагая ветхого человека и облекаясь в нового человека, Христа. Узнав о случившемся, князь сначала порадовался исцелением супруги и сына, но потом, по научению бесовскому, разгневался на апостола за то, что весь народ приходит к нему, оставляя богов своих, и замыслил погубить их. Но в ту же ночь апостолу явился Спаситель, повелевая ему мужаться, и обещая пребывать с ним в наступающей скорби. Когда наступило утро, и апостол в церкви вместе с верующими воспевал хвалу Богу, князь послал четырех воинов взять его. Но когда они пришли к храму Господню, тотчас объяла их тьма, и они едва могли возвратиться назад. Когда же их спросили, почему они не привели Матфея, а они отвечали, мы слышали, как он беседовал, но видеть и взять его не могли. И все сильнее разгневался Фульдиан. Он послал еще более воинов с оружием, повелев им силой привести Матфея, а если кто будет противиться и защищать Матфея, тех убивать. Но и эти воины воротились не с тем, ибо когда они приблизились к храму, небесный свет осиял апостола, и воины, будучи не в состоянии смотреть на него, пришли великий страх, и, бросив оружие, прибежали назад полумертвые от страха и рассказали о бывшем князю. Страшно разъярился Фульдиан и пошел со всем множеством слуг своих, желая сам схватить апостола. Но едва он успел приблизиться к апостолу, как внезапно ослеп и стал просить, чтобы ему дали проводника, тогда он начал умолять апостола простить ему согрешение его и просветить его ослепленные очи. Апостол, сотворив знамени и креста, на очах князя даровал ему прозрение. Князь прозрел, но только телесными очами, а не душевными, ибо злоба ослепила его, и столь великое чудо он приписал не Божьей силе, а волхвованию. Взяв за руку апостола, он повел его к своему дворцу, как будто желая почтить его, а сердце лукаво замышляя сжечь апостола Господней, как волхва. Но апостол, провидя тайные движения его сердца и лукавые замыслы, обличил князя, говоря, мучитель силы, «Скоро ли ты совершишь то, что замыслил сделать со мною? Делай то, что сатана вложил в твое сердце, а я, как видишь, готов все перенести за Бога моего». Тогда князь повели воинам схватить святого Матфея и растянуть на земле лицом кверху, а руки и ноги крепко прибить гвоздями. Когда это было сделано, слуги собрали по повелению мучителя множество ветвей и хворосту, принесли смолы и серы и положили все это на святого Матфея и зажгли. Но когда огонь разгорелся великим пламенем и все думали, что апостол Христов уже сгорел, внезапно огонь охладел и пламя угасло. И святой Матфей оказался живым, невредимым и славящим Бога. Видя это, весь народ пришел в ужас от столь великого чуда и воздал хвалу Богу апостола. Но Фульвиан еще более разъявился, не желая признать в происшедшем Божию силу, сохранивший живым и неповрежденным от огня проповедника Христова. Он возводил на праведника беззаконное обвинение, называя его волхвом. «Волхвованием», — говорил он, — погасил Матфея огонь и остался в нем жив. Затем он приказал принести еще более дров, ветвей и хворосты, положив на Матфея зажечь, а сверху поливать смолою. Кроме того, приказал принести двенадцать своих золотых излов и поставить их кругом огня, призывал их на помощь, чтобы силой их Матфей не мог избавиться от пламени и обратился бы в пепел. Апостол же в пламени молился Господу сил, чтобы он показал непобедимую силу свою и явил бессилие богов языческих, и посрамил надеющихся на них. И внезапно пламень огненный с ужасным громом устремился на золотых идолов, и они растаяли от огня, как воск, и кроме того были опалены многие стоявших вокруг неверных. А из расплавившихся идолов вышло пламя в образе змея и устремилось на Фульвиана, угрожая ему, так что он не мог убежать и избавиться от опасности, пока не воззвал со смиренной мольбою к апостолу об избавлении от погибели. Апостол запретил огни и тотчас пламенью газ, и подобие огненного змея исчезло. Фульвиан хотел счесть и извести святого из огня, но он, сотворив молитву, предал святую свою душу в руки Божьи. Контина святого апостола Евангелиста Матфея последовала по преданию около шестидесятого года по Рождестве Христову. Тогда князь приказал принести золотой одр и на нем положить честное тело апостола, неповрежденное огнем, и одев его в драгоценные одежды, поднял вместе со своими вельможами и внес в свой дворец. Но он еще не имел совершенной веры, и потому велел выковать железный ковчег, плотно залить со всех сторон оловом и бросить в море, причем сказал своим вельможам, если тот, кто сохранил Матфея целым от огня, сохранит его также от потопления в воде, то воистину он есть единый Бог, и ему будем поклоняться, оставив всех богов наших, не могших себя избавить от гибели в огне. После того, как этот железный ковчег с честными мастями был брошен в море, святой ночью ездил с епископом Платону, говоря, завтра иди на морской берег на восток от княжеского дворца, и там возьми мои мощи, вынесенные на сушу. Наутро епископ в сопровождении множества верующих отправился на показанное место и нашел железный ковчег с мастями святого апостола Матфея, как было ему возвещено в видении. Узнав об этом, пришел и князь со своими вельможами и на этот раз уже вполне уверовал в Господа нашего Иисуса Христа, громогласно исповедовал, что Он есть единый и истинный Бог, который сохранил невредимым раба своего Матфея как при жизни в огне, так и по смерти в воде. И, преподая к ковчегу с мастями апостола, просил у святого прощения в своих прегрешениях перед ним и изъявил сердечное желание креститься. Епископ Платон, видя веру и усердие Фульвиана, огласил его и научил истинной святой вере, крестил. И когда возложил руку свою на голову его и хотел налечь ему имя, послышался свыше голос, говорящий, назови его не Фульвианом, а Матфеем. Приняв таким образом в крещение имя апостола, князь старался быть подражателем и жизни апостола. Вскоре он, передав другому свою княжескую власть, отказался совершенно от мирской суеты, предался молитве в Церкви Божией, и епископом Платоном удостоен был пресвитерского сана. А когда по прошествии трех лет епископ умер, оставившему власть княжескую пресвитеру Матфею, явился в видении святой апостол Матфея и увестивал его принять епископский престол после блаженного Платона. Приняв епископства Матфея добре потрудился в благовестии Христовом, и, отвратив многих от идола поклонства, привел к Богу, а затем и сам отошел к нему после долгой богоугодной жизни, и, предстояв святым евангелистом Матфеем престолу Божию, молит о нас Господа, дабы и мы были наследниками вечного Царствия Божия. Аминь. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.